Ооо, не, ну диско это хорошо, я уже вижу как у меня уменьшаются эти Я родился аж в шестой позиции Когда открылся ларек и ты срочно бежишь за холодной баночкой пепси Какой ты папа? Юля зовут Привет, Юль Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more А что моя жена скажет, если я пойду налево? Два, три, хлопцы Добрый вечер Добрый вечер Да блин, ты притворялся получается Друзья, всем привет, меня зовут Александр Лещенко и вы на канале Танцеванский Сегодня мы находимся в классном атмосферном месте, где все пропитано танцем Это Мольбек Бар И сегодня мы здесь будем снимать очередной крутой наш выпуск Дамы и господа, добро пожаловать в Академию Танцеванского Академия Танцеван Прежде чем мы начнем изучать наш танец, я бы, конечно же, хотел вам рассказать о танцевальном факте Делия Грей Это барышня, танцовщица, которая в 1961 году, друзья, представьте, скрутила 166 фуете Для тех, кто не понимает, о чем я говорю, посмотрите на это видео и вы поймете, что такое фуете Друзья, простыми словами, это вращение В балетном мире нормой считается 16 фуете Есть партия в Лебедином озере Петра Чайковского, где балерина вращает 32 фуете И это считается, ну, просто best of the best Представьте себе, Делия Грей скрутила 166 фуете Это просто невероятно Друзья, скажите, а сколько вы можете скрутить? Пишите в комментариях, а мы начнем наш выпуск Академия Т В Академию Т приходит звездный гость с определенным уровнем навыков Это техника исполнения, выносливость, уникальность, энергия и, конечно же, координация Каждому навыку дается 50 очков силы, которые на протяжении программы будут то ли снижаться, то ли повышаться Это уже зависит от нашего гостя и от его таланта Значит, мы с нашим гостем вытягиваем одну из карточек, на которых будет написан стиль танца, который он будет сегодня танцевать На это все дается один час времени для того, чтобы пройти три этапа Это разминка, это сама тренировка и мой любимый Blitz плюс подкачка После этого мы покажем крутой, я надеюсь, крутой наш результат вам, дорогой зритель И, конечно же, разыграем классный приз от нашего звездного гостя А звездный гость сегодня, друзья, это самый позитивный блогер Мой коллега, мой друг, это Женя Белозеров Всем привет! Если бы мы сейчас были в стиме, здесь была бы плашечка разблокирована, закрытый персонаж Но я не очень люблю слово звездный, потому что звезды на небе Лучше говорите, наверное, популярный или известный в узких кругах Я пришел не с пустыми руками Какой Женя Белозеров без пепси, поэтому держите О, славил! Класс! Спасибо большое! С ним всегда проще, с них всегда легче, потому что я сегодня такой мандраж испытал, когда, типа, блин, я буду сегодня танцевать прилюдно Не в душе, когда ты там поешь, о боже, какой мужчина, а танцевать прилюдно Все на это будут смотреть, лайки ставить, дизлайки Ну, слушай, сегодня мы, на самом деле, с тобой вместе Ну, да, давай, наверное Вот, подожди, ну это же надо так Обсмаковать, да Пальчики оближешь, да Давай, завстречу, Женя Спасибо, что пришел, приехал Спасибо, что позвал Я у тебя сегодня первый блогер Вообще, в принципе, в этой рубрике я первый блогер Первым всегда тяжело быть Но я, надеюсь, не подведу нашу блогерскую тусовку и покажу достойные результаты Слушай, у нас, на самом деле, ответственная миссия Хотя, на самом деле, как вы там намонтируете? Ребят, я-то блогер уже с 8-летним стажем Я знаю, что такое монтаж Поэтому можно намонтировать, что у меня там будет харизма 100 Ребят, пожалуйста, монтажеры, вы знаете, попрошу Не знаю, не знаю 100, 100, 200, 150, 80 Если что, я на карту подожди Я думаю, что сегодня стрессовая ситуация сегодня будет не только у тебя, но и меня Потому что я общаюсь с блогером, я веду блог на YouTube Для меня это все сплошной стресс Как и для тебя, наверное, сегодня будет танец Поэтому я надеюсь, что мы будем сегодня дополнять друг друга И все у нас получится очень-очень весело Слушай, ну, ну, слушай, да, Pepsi, спасибо большое Мы, кстати, с Женей, кто не знает, мы амбассадоры Pepsi Так и познакомились Так, собственно, да, так и познакомились Кстати, уже прошел год с нашего знакомства, когда мы зажигали в Одессе Ну, пока чуть меньше Почему? Пока 11 месяцев Но ребеночек уже есть За 9 месяцев уже прошли Ой, как твои дела? Как вообще у тебя 2020-2021 год проходит? Скучно Скучно и одиноко А почему, слушай, смотри, почему скучно? Это, например, нам, артистам, может быть скучно, потому что, простите, мы в жопе были весь год Мы были лишены сцены Почему тебе скучно? У вас такая профессия, что, мне кажется, тебе всегда с самим собой весело и с компьютером Почему скучно? Компьютеры — это только процентов 40-50 нашей работы Съемки, выездные съемки, фестивали Я очень часто там езжу с брендами какими-то, там, за границ, к примеру, там, Samsung выпускают новый телефон Они берут блогера, чтобы он освещал это, там, я катался с ними в Италию Ну да, по сути, такая же гастрольная деятельность, такая же активность По факту, да, и именно это и заряжает Заряжает, вот у меня очень заряжают фестивали блогерские, когда ты видишь зрителей не онлайн в виде лайков, в виде комментариев, а когда ты видишь тет-а-тет глазами Это очень мотивирует и заряжает, потому что ты видишь, кто твой зритель, ты видишь, для кого ты снимаешь А онлайн — это просто, ну, пиксели, по факту, это пиксели Да, ты общаешься с человеком, ты получаешь какой-то фидбэк, но все равно это никогда не заменит живого общения Когда настала, простите, срака за мой французский, это все испарилось, исчезло, и это грустно Слушай, давай будем немного плавненько подходить к нашей теме танцев Они прям устрашающие, каждая карточка страшнее предыдущей А на протяжении выплясывает Артем Пивоварова Ты вообще, что ты спортом или танцами занимался на протяжении своей жизни, в детстве? Ну, музыка у тебя больше, да? Я с десяти до шестнадцати лет, шесть лет получается, был в театральном кружке Театральная секция, и там были и танцы, и вокал То есть, если вы родитель и не знаете, куда отдать своего ребенка, отдайте в театр Потому что в театре его обучат всему По крайней мере, он сможет пощупать и сценическую речь, дикцию Он сможет прощупать и танцы, актерское мастерство, вокал Там много всего И уже тогда он сможет выбрать то, что ему больше по душе В моей жизни спасибо маме, что отдала меня на театральную секцию И я немножечко всего пощупал, скажем так Я также говорю про Старно-Цирковой колледж, в котором я учился тоже Это очень классная штука, когда ты можешь пощупать Вот я поступил на хореографа, но при этом у меня была пантонима, акробатика, степ, вокал, фоно, господи, жонгляш, акробат Ну, короче, все было, то есть я мог за эти четыре года, если что, поменять очень легко свое направление И выбрать свой дальше путь, поэтому, да, это очень классная штука Да, у тебя, в общем, было всего по чуть-чуть? Было Хорошо, а сегодня у тебя будет много танцев, поэтому я предлагаю тебе, наконец-то, выбрать карточку И понять, как мы будем над тобой сегодня издеваться, поехали Да простит меня Илона Гвоздева Так Ну, давай, давай Поближе к тебе, давай Ты занял второе место на танцах, я занял второе место на фабрике Берем вторую карточку Супер И что там? Ну, подходит к твоей рубашке Диско, ооо, не, ну диско это хорошо, это прям... Я расслаблен, я думал, сейчас будет джаз, как джаз-фанк, вальс с двумя переворотами назад, чтоб шапка не упала Ну, слава богу, диско это прикольно, это пригодится мне в жизни, я люблю танцевать в роликах, и это хорошо как раз Окей, так, друзья, у нас есть карточка, выбрана Женей, это стиль диско, сейчас мы будем танцевать, и я думаю, что это будет очень весело и моментами даже смешно Друзья, поехали Кринжово, как говорится, кринжово Погнали Ну что ж, друзья, у нас первый этап это разминка, Жень, ты готов? Да, только я шучу плохо, поэтому разминка залом у меня точно не получится Хорошо, я тогда беру инициативу на себя, и мы начинаем с тобой наш разогрев То, что за кадром, ты меня спрашивал по поводу позиции ног, а ну давай проверим с тобой, первая позиция, что? Ты уже знаешь Вот это, да Первая позиция, хорошая Красавчик Так, вторая позиция Ты пошел, вторая позиция Вторая позиция Вторая позиция Это называется отверстие, чтобы пройти можно было Только я прошу прощения, друзья Гот в метро Чтоб вы знали, это очень большая дырочка А, ну какая есть Такой родился с дырочкой Смотри, вот первая позиция, получается, вот, одна стопа должна быть между ногами Это будет вторая позиция Хорош, это вторая позиция Дальше третья позиция Хоп, и входим вот в такую позицию Это третья позиция Красавчик Дальше, четвертая позиция, она выглядит вот так Да И гран-пли я пошел Транслейт, Google Translate сейчас Тик-тик-тик Тик-тик-тик-тик Тик-тик-тик Фуэт, это уже знаю, что такое Это кручение Кручение Это кручение Это кручение Совершенно верно А гран-пли это когда мы опускаемся очень медленно Уходим вниз и потом поднимаемся обратно наверх Да Ты как будто на канате, знаешь, это было Как будто на серфе когда балансирует это четвертая позиция потом 5 я уже вижу как у меня уменьшается значение пожалуйста не надо пятая позиция будет вот такая когда ты закажи закрываешь ноги да и есть еще шестая позиция а вот это я как бы я родился 6 позиции 6 позиции мы начнем наш изогрев им же и закончим а посередине между 6 6 тоже 6 будет да я правильно понимаю совершенно наверное короче мы начинаем наш разогрев разогреем немножко наше тело включим естественно музыку диско чтобы уже потихонечку входить в этот кураж в это настроение в этот позитив и потом будем учить с тобой комбинашку готов да пусть у вам академия давай немножечко покачаем для начала вообще хотелось бы понять ты слышишь музыку или нет пытаясь но пока слышу слушай если ты со мной общаешься и пружине что это уже горит от твоей координации это у меня уже там уже нет уже неплохо слушай окей вперед-назад хорошо но прикол то что я молчу если начну говорить то все собьется короче как будто мы где-то на вечеринке как будто увидел девочку и думаешь как к ней подкатить может быть таких движений не не раз музыка подожди у нас музыка потому что надо подкатывать с хорошей музыкой к девушке это отгоняешь всех недоброжелателей типа не расступитесь она моя простым движением а теперь усложняем право влево такой как полукруг получается и бум бум и быстрее и у меня вот так уже тянет 6 позицию знаешь как тянет я предлагаю потерпеть еще чуть-чуть постоять ладно давай ну давай сюда в другую сторону тоже потянем ноги хорошо вот так на партнера лечь понятно делаешь себе легче до неудобно стал уже устал твоя шкала там уже по нулям бы все было вперед давай еще колени не сгибай когда открылся ларек и ты срочно бежишь за холодной баночкой пепси быстрее надо бежать а то купят раскупят все быстро хорош есть так ну и по классике давай пройдемся диско движений которая будет у нас хореографии кстати вот такую штуку другую а чё с ногами а не только не к себе а вот тебя да и и хорошо хорошо ну давай по классике такой я я хорошо делай вид что так и надо когда развиваешься с ритма хорошо разогрелись до стопаем музычку и идем дальше ну ты по сути один из тех топовых блогеров вот которые стартанули практически самого начала вот это все движухи но канал я создал создал канал 2009 2009 но тогда я еще не понимал что это такое youtube то есть я загружал тогда еще свои школьные выступления если тот чувак который вот просто экспериментировал и попадал в какие-то вот не менее я же говорю я даже не понимал что youtube это какая-то площадка я загружал туда видео чтобы отправлять там другу типа вот мы выступили и он говорит слушать мне выступление там школьная я загружал на танцать думал что это какой-то некий файлообменник я не понимал что я загружаю в публичный доступ и уже потом после фабрики звезд меня осознал что эта площадка где реально можно загружать полноценные видео которые набирает просмотры или фабрика у тебя было 2011 году через два года или 10 11 2011 до выражения кстати победил кто не знаю второе место нет мы с тобой сидят два вторых место зато лузера сидят подожди лузера сейчас мы с тобой пьем вкуснейший напиток на планете являясь его амбассадорами я считаю это достойно уважения кому свои слова что вы там говорили про пепси а да мы говорили что ну ты просто типа просто игрался этим ютюбами сам не понимал осознанно я начал уже после фабрики когда я вышел со звездного дома и понял что я никому не нужен и снял розовые очки и понял что типа чтобы как-то продолжать свою медийность и нужно не сидеть на месте не ждать каких-то золотых гор которые тебе будут обещать нам продюсеры еще кто-то а надо самому хреначить денег не было за что хреначить тоже не было поэтому я решил научиться сам писать музыку сам делать аранжировки самостоятельно снимать какие-то видео что потом снимать клипы по возможности и это все как-то переросло в нечто другое русло то есть изначально я думал что я буду петь и заниматься музыкальной деятельностью а сейчас я занимаюсь получается юмористическое снимая смешные видео и тебе не хочется вернуться на сцену я параллельно что смотри твоя профессия блогер да ты этим зарабатываешь деньги ты этого и такой но душа что просит душа просит сцены потому что но в первую очередь ты все-таки музыка у меня такая философия что жизнь всего одна тебе дана ее нужно кайфануть мы рождены на этот свет чтобы быть счастливыми и сейчас я испытываю счастье и кайф от того что я снимаю видео если завтра я захочу поменять и род своей деятельности не знаю пойти в сантехники спокойно сделаю мне ничто не держит главное для себя правило это установил еще в юном возрасте что я не хочу работать на какого-то дядю я хочу умыться самим по себе это сложно потому что когда ты работаешь на дядю у тебя все равно уходишь от вопроса вот смотри ну все равно мне как вот я если я хочу быть смотри и вот я там по профессии режиссер хореограф я на сцене и как бы основная моя деятельность это хореография но в душе я всегда хочу петь ну его тебе мешает а то вот потихонечку пробую ищу начинаю ты когда тут монатик играл напевал все чистенько пел все красивенько голоса звонки что тебе мешает стереотипы в твоей голове а вот не надо сделать стереотипы вот я танцор я не уже согласен я к тому что у меня есть вот в душе знаешь что я люблю музыку я хочу к ней перейти и для себя открыть какие-то новые грани поэтому я тебя спрашиваю ты все-таки в душе музыкант или ну вот какое-то такое внутреннее рвение знаешь к чему-то чего-то не делаешь есть или нет нет я музыкой занимаюсь продолжаю заниматься пишу песни артистов многие артисты поют песни написанные моей командой время от времени я выпускаю тоже песни у меня есть там головокружение музыкозависимые среди моих подписчиков кто смотрит тот знает эти треки много других треков которые до сих пор не выпустил но все в будущем все в планах делаю капельные кавера это тоже музыка по факту спасибо это тоже музыка и опять же я это делаю не для того что типа вот но я ж как раньше шпел значит надо поддерживать эту стезю типа я же музыкант все-таки где-то а делаю это для того чтобы кайфануть я захотел сегодня сделать трек я его пай пошел на студию свободны до свободны и спасибо судьбе которая предоставила мне возможность быть свободным потому что в комментариях могут час кто-то написать типа то просто тебе повезло что у тебя есть у тебя есть там youtube канал который приносит тебе деньги не так много приносит как у многих людей сложился стереотип что блогеры миллионеры но на самом деле это нет а бы там все 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 как у всех грубо говоря но при этом я не стою не строю в голове рамки и мне так легче жить вязать без этих рамок тебе не нужно быть миллионером тебе достаточно просто есть не ну хотелось бы всегда стремится к чему-то большему мне тоже хочется достроить дом который я сейчас запланируем мы начинаем строить дом мне тоже хочется пересесть на теслу хочется чтобы женщина ни в чем себе не отказывала моя мой ребенок там захотел поехать диснейленд пошли поехали но я не был я был ребенок когда я был диснейленде и тогда диснейленд еще был открыт но после пандемии его закрыли во всем мире по закрывали диснейленд и надеюсь временно не было тогда не помню сколько 25 26 но я себя ощущал на на 10 лет это было очень очень круто я думаю что это тоже такой который вот ребенок в душе класса я редко я не как как вообще с ним как какой ты папа расскажу подписчикам я думаю очень интересно какой ты блогер мы знаем какой ты папа но сложно себя оценивать в отрасли какой я папа и тут надо наверное нужно спросить у жены наверное нужно спросить о сына я сейчас наберу если она сможет разговаривать то я передавку трубку тебе ты сам задашь этот вопрос хорошо хорошо так будет просто правильнее и логичнее мы с ним и мы сейчас снимаем сашей видео и он часть тебе задаст один вопрос на камеру мы уже тебя слышали нет но они тебя в любом случае уже слышат давай саша задаст тебе вопрос просто ответь на него честно я не обижусь если что все отдают даю трубку саши привет юль как дела мы тебя не будем долго задерживать я хотел спросить какой же не в постели ой блин прости я хотел спросить какой же ли папа папа да так и когда нам ждать а ну огласите пожалуйста всему миру я бы тоже хотела знать точную дату но все таки в сентябре но все таки в сентябре я понял не но серьезно какой он папа ну вот скажи устами ярослава что же не горели по поводу диснейленда что нужно всегда остаться в душе ребенком я понял это очень классное качество спасибо тебе большое да спасибо огромное ну слушай ну раз я вначале ляпнула какой же женя в постели то может ответишь на этот вопрос у нас уже второй ребенок на кто наверное благотворный я понял все короче на высшем уровне все качественно окей им все тебе хорошего дня мы продолжаем нашу съемочку давай классного дня пока пока тут собственно а какой же не постели ты можешь спросить у всех моих у всех твоих гостей которые были до выпуска у тебя в постели то есть ты как бы из как говорится и по вашим и по нашим плане постели у тебя с постели были все у меня вообще было желание сделать так чтобы у меня в постели было 100 человек но пока не получилось а сколько сейчас 13 или 14 это мне надо это мне надо ездить теперь в другие страны потому что те кто изъявил желание сняться в украине они уже отснялись многих смущает что якобы ну это постель я в постели с другим мужчиной буду а что подумают фанаты что подумать люди да с одной стороны типа это ваше дело конечно я никого не если ты меня пригласил я были на тонкой домой в постели если без б если мы будем возрождать рубрику обязательно позову у тебя подписчики вообще активная и украина и россия ну больше россия ну они просто потому что я русскоязычный и как ни крути россия на больше именно поэтому там больше людей которые могут смотреть контент привольно но ты с ними коммуницируешь точно так же как из украины так из россии так и с другими но с украина коммуницирую больше потому что я в украине живу я здесь живу я здесь родился я здесь а почему ты почему она ответит сам на вопрос почему ты интересен ну грубо говоря россии до этой аудитории у тебя гости там из украины но смотри опять же вот чем ты берешь чем-то интересен и как каким образом ты сколько уже получается 12 лет 8 ну хорошо в 8 лет держишь аудиторию двух больших стран и у тебя туда как смотри касательно гостей это рубрика появилась год назад всего и она пробыла полгода то есть сейчас я не снимаете выпуски вы вышло всего 13 выпусков все эти восемь лет у меня не там не были это прям так что контент держится только на гости контент держался на мне там на какой-то харизме на каких-то шуточках которые я выдаю и на непосредственно теме на которые я снимаю аудитория безгранична то есть я не разделяю аудиторию эта аудитория украина эта аудитория россия это аудитория ютуба в целом то есть люди которые сидят в ю тубе и опять же повторюсь потому что в россии просто больше людей так получилось это реально оттуда очень много и смотрит процент прикольно мы делаем и раз два три четыре пять и шесть и семь и а потом а потом ломают твою голову а потом а а а и и и и и и неплохие позы лайки тебе нужно лайки или нет для кого я стараюсь лево 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 у вас матюкаться можно как или нет можно нужно если душа просит тогда не буду и мы идем налево влево точнее мы делаем раз а чё моя жена скажет если я пойду налево я ж потом покорректировался влево и в другую сторону пять шесть семь восемь мы дальше делаем то что мы делали на разогреве мы закончили и делаем эту штуку раз два три хлоп снова будет и потом такая штуковина я думаю у тебя очень легко получится потому что привычное движение для мужчин так и шесть и семь и восемь хорошо созревает шутка какая-то я пытаюсь сгенерировать но слова вертятся крутятся но не могу давать данного получается там что-то холодильник понос какие-то слова вертятся не лучше не вставляются да лучше не надо давай танцевать и тут добрый вечер добрый вечер к вам можно ой у вас тепло как клен зеленый или стрезной дальше мы пошли по классике диско мы делаем е е е е е а нога при этом стоит по шестой позиции снова твоя любимая шестая позиция ты видишь ты все время хочешь в первую позицию встать это называется я хочу это ноги хотя первая не вывод я же говорю у меня руки как бы нормально а ноги они сами по себе живут собирают и мы делаем бедра я делаю влево смотри мы делаем Пум, 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 пум. Ладно, давай без бёдер. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Лево, 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 лево. Красава! Обошёл меня! А вот потому, что сказал красава. Давай сначала. И! Хорош! Смена! Все, пошло. Давай дальше. И пум-ха-пум-ха Ну что дальше? Пружинка И пружинка, пружинка, пружинка Побежали вап-вап-вап-вап-вап-вап-вап А ну давай померяем Ну это так чисто для настроения Чтобы спариться, да? Да Дамы и господа, музыка! Субтитры сделал DimaTorzok Да блин, ты притворялся получается Ты все умеешь оказывать Да это просто чудо-костюм Это мой волшебный пиджак Друзья, это был наш танец диско Я надеюсь, что вам понравилось Пишите в комментариях ваше мнение об этом супертанцоре Не, лучше в данном случае, когда танцуют два человека, нет одного Есть коллектив Мы коллектив Напишите, как вам такой коллектив Кто лишний? Мы готовы уже выезжать на корпоративы Так, друзья, ну и самое любимое Близ Близ Так, друзья Близ 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 Друзья, самое Блин Итак, друзья, самое классное Блин Друзья, самая любимая моя рубрика Близ плюс подкачка Держись 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 в дверь с левой ноги Не знаю почему Я этим не болею Хорошо, тогда какой любимый цвет? Зеленый Окей, ну это как-то сложно Кроссовки или тухли? Кроссы Отлично Так, поехали дальше Тапки носишь с носками или без? Без, конечно А, ну это пустарпёр Я тоже Сейчас же новая мода пришла Только с носками Я вообще и без та покажу Твоя любимая стихия? Наверное, огонь Принимается Давай, становись Любишь гулять под дождём? Нет В одежде Классика или кожел? Кажел Дош Ихали дальше Чебе фото или цветы? Цветные Что-то ты не запахтелся Чего это я? Любимая часть тела? Женская То есть Женская тела, да? В какой позе спишь? Боком Ты знал, что нельзя спать на спине Либо нельзя спать на животе? Только боком Ага И потом поговорим А то сейчас не очень любят Так, кушаешь на ночь? Нет Блогерство или менджика? Кайф Давай, чуть-чуть Два вопроса Что первым делом делаешь утром? Встаю Ну и заключительный вопрос Веришь ли ты в чудеса? Да Ура Уууу Да Я тоже так, да Да Ууу Блин, я вспотел Я думал, будет сложнее Да ты вообще как-то налегке, я не пойму Я прям запухтелся Мне очень сложно Но ты физподготовкой какой-то занимаешься Я бегаю по утрам Бегаешь по утрам, да? Красава Друзья, это был Блиц и подкачка Жени Белозеровым Класс! Ну что, у нас остался только розыгрыш Поэтому давай разыграем классный подарочек от Жени Белозерова Академия Тэх Академия Тэх Какие прикольные ништяки, которые смотивируют вас снимать классные ролики Помогут вам снимать, а именно кольцевая лампа, небольшой штативчик В общем, все необходимо для того, чтобы стартануть Какие условия? Условия, в принципе, простые Вам всего-навсего нужно оставить последний комментарий под этим видеороликом Чей комментарий будет последним Отчитаем месяц Давайте месяц Вот перейдите в описании Посмотрите, когда этот ролик был загружен И через месяц, ровно через месяц Мы определим победителя С помощью того, чей комментарий будет последним Тот и получит бокс Поэтому, welcome, удачи каждому Офигенная идея, Женя Тебе огромное спасибо Тебе что позвал? Я, кстати, тоже жду такой бокс Потому что он мне нужен Мне, как начинающему и юному Ну, не очень уже совсем юному Но начинающему Главное, какой ты в душе Если в душе ты юный, то значит так тому и быть Ладно И, конечно, не забывайте ставить сюда лайк Это очень важно Потому что, ну, если вы напишите последний комментарий А лайк не поставите То, как бы, карма вам не засчитается А карма это такая штука Поэтому лайк не забудьте И подпишитесь на канал И колокольчик Чтобы вам приходили уведомления Потому что там такие гости дальше пойдут Вы просто офигеете Класс, принимается Друзья, все, всем классного дня Пока, до новых встреч Пока Академия Т